Я готова к этому. Наши новомученики, некоторые, они обращались из старобрядчества. Вот тоже хорошая книга, я забыл, к сожалению, конкретное имя новомученика, но очень мощная книга. Он сам был старобрядцем и убедился в неправоте старобрядчества, и стал потом миссионером среди старобрядцев. И вот вышла книга его, где как раз-таки его записи приводятся. На основании чего он убедился? Всю свою семью убедил, потому что он же был в старобрядческой деревне, и его семья были все старобрядцы, они поначалу тоже на него набросились, и он и их убедил, как и их убедило это все. Как он просто как орехи щелкает все эти старобрядческие аргументы, сам будучи вышедшим из этой среды. Замечательная книга, вот она издана, но она издана не как пособие по борьбе с Росковом, а просто как материалы жития одного новомучника. Святой мученик Алексей Зверев напирал прежде всего на то, что церкви, согласно учению святых отцов, не может быть без епископа. Между тем, даже в направлении старобрядцев-поповцев, почти 200 лет в их истории был период существования без епископов. Раскольникам святой Алексей задавал вопрос, может ли общество старобрядцев, не имевшее 180 лет епископов, законно именоваться Святой Церковью? Или может ли Святая Вселенская Христова Церковь лишиться когда-нибудь православных епископов, как лишилась их так называемая Церковь Старобрядцев? Ведь с лишением епископства не могло быть и таинства священства, вернее, не могло быть всех семи церковных таинств, без которых, как говорится в Большом Катехизисе, мы не можем получить вечного блаженства. То, что без епископа не может быть ни одного таинства, ясно видно из 39-го правила святых апостолов, где говорится, что пресвитеры без воли епископа своего да не творят ничего. Не могло такого быть, продолжает Святой Алексей, чтобы Господь попустил разрушиться Церкви уничтожением епископов, когда он сам обещал сохранить ее от всех вражеских нападений, так что врата Адова не одолеют ее. И на это ничего, по сути, ответить они ему не могли. Говорили, что епископы там в ересь отпали, но Святой Алексей указывал, что, отсекая в течение истории от единения с собой у еретичествующих епископов, Святая Церковь никогда не лишалась и благочестивых епископов. Старобрядцы же, отделившись от Церкви, как якобы еретической, остались совсем без епископов, а потому их общество и невозможно признать за истинную Церковь, которая без епископа быть не может. Когда старобрядцы ссылались на гонения, он указывал, что в древние времена жесточайших гонений на христиан благочестивые епископы, хотя и во множестве были умерщвляемы, однако Святая Церковь, в силу божественного обетования, о ее неодолимости, ни на один момент не лишалась епископов. Следовательно, если бы старобрядцы составляли истинную Церковь, то и их никогда никто не мог бы лишить епископов. Но старобрядцев никто не лишал епископов, они лишились их сами вследствие своего отделения от Церкви. Примечательно, что Святой Алексей писал, что еще будучи в расколе, слышал от старобрядцев такие разговоры между собою. «Уж сколько настало согласий-то и не перечтешь, Господь знает, где истина-то пребывает. Все это слыша, я не мог не задумываться о том, где же действительно находится созданная Господом Церковь. Я знал, что истинная Христова Церковь должна быть одна, а только у нас в одном селе Борисове насчитывалось четыре раскольнических общества, и каждая именует себя Церковью, не признавая при этом другие». И вот это размышление, оно привело его в итоге и…